Стройка века. В Черкассах предприятие Минобороны уже 20 лет не может достроить многоэтажку для военных. Несколько лет назад строительство все же началось, но снова заглохло. Почему, знает Станислав Кухарчук. Сергей ведет на свою комнатушку на втором этаже бывшей армейской казармы. В 90-х воинская часть выделила временное жилье для военных, которое для многих стало единственным и постоянным. Семья Сергея ютится здесь на 16 квадратных метрах. И пока без перспектив. С 93-го года служу в этом гарнизоне, не меняю его и стою на черзе. Стою в загальной, сейчас стою как инвалид. Буквально в квартале от прогнившего барака новая десятиэтажка на 129 квартир. Министерство обороны начало ее строительство еще в 97-м году. Из-за нехватки финансов работы то замораживали, то возобновляли. В конце 2014-го, когда министерство выделило почти 20 миллионов гривен, появился шанс сдать дом в эксплуатацию. Значит, сделано там 99% сделано. Обе поклеенные газовые плиты, стоят газовые счетчики, все стоит, только сделать наладку. Первая очередь сдается, а тогда другая очередь. Но не сдали, а строительно-монтажное управление обанкротилось. Предприятие задолжало кредиторам около 2 миллионов гривен. Еще более миллиона рабочим. Почти всех уволили без выходного пособия. Почему СМО оказалось в таком плачевном состоянии, толком ответить никто не может. За последние несколько лет здесь поменялось три директора. Нынешний, узнав о нашем приезде, даже не ответил на звонок. Ну, с другой спробы директор не берет слуховку. Арбитражный управляющий строительно-монтажного управления уверен, попытка закончить строительство в 2014-м обернулась для предприятия крахом. Ведь именно тогда Минобороны заключило договор СМУ. Ну, забудовник приватный, он бы однозначно не погодился на эти условия. А в данном случае, оскільки керівника державного підприємства Министерства обороны призначає Министерство обороны, керівник був вимушений, судячи за всього, підписати данный договор. На запросы строителя о погашении долгов в квартирном управлении Минобороны отвечают. В связи с банкротством компании назначена ревизия, и по ее результатам будет принято решение. Так что, скорее всего, получить зарплату бывшие работники смогут лишь после ликвидации продажи имущества СМУ. А это может затянуться на годы, как и завершение строительства. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер Черкассы.